Отлично. Ага. Ну вот, вроде всё получилось. Всё отлично. Кайф. Ага. Первый. Всем привет, всем привет. Сейчас стрим прогреется. И вот тогда уже, вот тогда уже. Сегодня я пораньше? Сегодня, да. Сегодня так вышло, что я пораньше, потому что... Потому что. Калопанда, привет. Вот. И это немаловажный фактор, что я сегодня пораньше. Какая сегодня игра? Не знаю. Сегодня, скорее всего, мы просто поболтаем где-нибудь. Может быть, посмотрим какие-нибудь видосики и, может быть, во что-то поиграем. Но это как вы сами будете решать. Здорово, Межган. Здорово. По зову сердца пришла. Это очень мило. Привет от всех керамических изделий западной части земного шара относительно Луны. Это очень замечательно. Приветствую вас от общества ложек чайных с острова Новая Гвинея. Неважно, что это не остров. И там секта чайников. Вот. Как-то так. Реально каждый день стримы будут? Ну, нет. Это вы уже перебарщиваете. Сейчас стримы каждый день просто потому, что есть вот такая возможность, да? Как считаете? Как день прошел? День еще не прошел. На самом деле у меня еще много дел. Просто сегодня, поскольку выдалась возможность для вас постримить, хоть и рано, вот, я решил для вас постримить. Привет, привет, привет. На самом деле, ну, просто как сделаем? Что сейчас, если у нас стрим хорошо пойдет, то во что-нибудь поиграем. А если не хорошо пойдет, то просто посидим, пообщаемся. Че, какая разница? А че нам красивым, правильно? Ну, в смысле, вам красивым и просто мне. Привет, Егор. Слушай, а как избавиться от непонятных, лишних, какие-то щелчки и тому подобных звуков при озвучивании? А, щелчки, это, скорее всего, щелкает ваша слюна во многом. Это нужно следить просто за количеством слюны в вашем рту. Вот. Ну и плюс смотреть, как реагирует микрофон и не клипует ли сам микрофон. Вот это тоже немаловажный фактор. Привет, Егор. Почему так рано? Слушайте, ну, смотрите, у меня была возможность как сделать? Либо запустить пораньше стрим, либо не запускать стрим вообще. Вот что вы выберете? Я подумал, что гипотетически кто-нибудь зайдет на этот стрим, поэтому я запустился. Такие дела. Слюноотсос вам в помощь. Ну, как бы это странно не звучало, но да. Какие дела вечером? Да, вечером есть дела определенные. Только пришел с учебы и такой сюрприз. Вот видите, как интересно. Кто-то с учебы приходит. Слушайте, я бы, я вот недавно выступал перед школьниками Зеленограда. Вот. Там просто проводил, скажем так, некий мастер-класс и рассказывал, что такое речь в реальной жизни. И почему нужно, чтобы у вас была речь внятная, чистая и понятная. И как интересно, я смотрел на всех этих учеников. И знаете, какая-то ностальгия меня пробивала. Я подумал, что, блядь, а вернуться бы на денек в школу. На эти шесть, там, семь уроков или сколько там. Вот. И вам здравствуйте. И вам здравствуйте. Егор, как называется театр, в котором вы выступаете? Раньше я играл в малом театре. Сейчас я играю в театре под названием Ведогонь. Есть сайт прекрасный. Можете ознакомиться. Там много спектаклей. Спектакли, которые получили золотую маску. К слову, так что спектакль, театр очень серьезный. Вообще не хочется возвращаться в школу. Но слушайте, это кому как. А я знаю, сейчас интересно, а сейчас уже Ислам запустил или не запустил? Потому что я знаю, что я ему так стрим подпортил. Потому что он вроде выложил, что он тоже собирается запускаться. А я вдруг такой внезапный. Херак! И запустился стрим. Не запустил? Ну тогда и не ходите к нему. Оставайтесь у меня. У меня тоже бывает интересно. Редко, но бывает. Вот. Я вот думаю, может Skyrim обратно установить, что ли? Как-то вот, сука, настолько гениальная игра. Настолько, кстати, купите Skyrim. Очень важно. Вот. Но... Насколько гениальная игра, что все устанавливают Skyrim, как только не во что играть. Привет, голос из моей головы. Приветствую. Я всегда у вас в голове. Кто первый запустил, того и зрители. Забавно звучит. Никакие игры в планах. Почему? Есть, конечно. Просто есть, например, вот игра, которую я сейчас озвучил. Вот. Я про нее, естественно, не могу говорить. Определенным образом, потому что я подписал бумаги о неразглашении. Вот. Приветствую, приветствую, Вова. А ведьмак? А может быть и ведьмак. Привет, секретный агент Тодда Говарда? Нет, нет. Ну, слушайте. Каждый уважающий себя геймер... От слова геймер должен купить Skyrim. НДА? Три волшебные буквы? Да. Я всегда посылаю зрителей на три волшебных буквы, когда меня спрашивают какие-то инсайды. Я посылаю их на три буквы. Н-Д-А. Гениальная идея, не подписывай ничего и нам говори. Слушайте, на самом деле, да. Я могу просто в следующий раз, когда мне предложат подписать НДА, я скажу, ну, мне же надо на стриме о чем-то говорить, ребят. И они такие, блядь, а что ж ты раньше-то не сказал? Нахер твои эти договоры. Говоря про учебу, как вы выбирали свой вуз, а то я листаю универы, и мне страшно. Слушайте, при поступлении в театральный вуз, оно немножко по-другому. То есть, например, в Москве есть так называемая золотая пятерка театральных вузов. Их всего пять. В ГИК, ГИТИС, Щука, МХАТ и Щепка, которую я закончил. Вот. И все поступающие в театральный институт, они идут поступать сразу во все пять. Потому что могут не взять во все пять. Поэтому, чтобы был хоть какой-то, ну, чуть больший гипотетический шанс, поступают во все. Я поступал не во все. Но я, на меня не обращайте внимания, я просто распиздяй, который, например, пришел к ГИТИСу, когда набирал, по-моему, в мою параллель, по-моему, Кудряшов набирал или еще кто-то. Ну, короче, прихожу к ГИТИСу, а там живая очередь, надо записываться. И по десяткам вызывали читать. Я смотрю, блядь, около ГИТИСа стоит, ну, человек около ста пятидесяти. И это уже люди, которые там ждут своей очереди. А список был далеко за четыреста. Я постоял-постоял, я такой позвонил маме, говорю, алло, мам, я не прошел. И пошел себе спокойно домой. Ну и вон нахуй. Будь гением, если не можешь говорить о игре, где подписал бумажку, просто перечисли все игры, которые не озвучиваешь. О, это очень какая-то сложная система. Я заебусь это перечислять. А после института ты сразу устроился на работу в театр? Да, да, я как-то после института... Ну, во-первых, во время обучения в институте я, как минимум, уже начал работать в профессиональной озвучке. То есть я в конце второго курса уже попал в профессиональный дубляж. Вот. И уже после четвертого курса я попал в театр. Сестра в ГИТИС поступила в четырнадцатом году. О, получается, я с вашей сестрой в параллель учился, потому что я тоже поступил в четырнадцатом году. Ну вот да, там были лютые очереди, поэтому я такой, да ну нахер эти очереди выжидать. И я пошел, где можно просто приходить ко времени, а это был в этого имени Щепкина институт. Там все четко, пришел, прочитал. Причем мне так повезло, что в целом меня слушал сразу светлая память Бориса Владимировича Клюев, мастер курса. Я ему как-то сразу понравился, поэтому я сразу знал, что поступлю. И поступлю на бюджет. Пара-пара-пам. Так что в целом я поступал с кайфом. Приветствую, приветствую. Покажи, пожалуйста, собачек. Слушайте, это очень сложно. Вот одну, может быть, капа. Иди сюда. Ну давай, 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 иди сюда. Ну! Они просто ленивые, понимаете? Капа, иди сюда. Вот зато, зато у меня, например, есть вот такая собака. Вот. Есть у меня вот такая собака. Мы с ней иногда стримим. Вместе, между прочим. Да, это, между прочим, сосисочка. Вон, смотрите, какая. Да? О, моя хорошая. Посмотрите, как она на меня смотрит. Это вам не коты. А вот второго пёселя я показать не смогу. Потому что... Потому что он слишком большой. Я просто... Ну, это будет вот примерно вот так вот. Я его буду держать, блядь. Приветствую вас. Ну, по поводу кладези талантов, это, конечно, не про меня. Но огромное спасибо. Я хочу, чтобы мужик мой так на меня смотрел. Ну, слушайте, у меня к собакам просто отдельная любовь. Это... Это... Ну, это вообще. Егор, как ты отдыхаешь от работы, если устаёшь в моральном плане? Слушайте, по поводу мотивации. На самом деле, иногда, вот, например, во многом меня зажигаете вы. Ваши какие-то комментарии, ваши сообщения, ваша поддержка. То есть, поскольку моя профессия и индустрия, она связана с вами, я запитываюсь от вас и мотивируюсь благодаря вам. Поэтому, как бы, во многом я стремлю ещё и ради этого, ради мотивации. Вот. Вот фото второго пёселя. О, кстати, да! Вот, Колопанда, спасибо, дорогой. Колопанда скинул пост из моей телеги. Можете второго пёселя посмотреть. Какие у вас красивые глаза. У меня? Или здесь кто-то ещё есть? Короче, мотивацию надо поднять! Это правда. Какие симпатяги. Вот, вот, видите, а вы не хотите подписываться на мою телегу. Не надо так. Между прочим, во-первых, мало того, что благодаря вашим донатам я покупаю пёселям корм, но так ещё и выкладываю их для вас в телегу. Что может быть лучше? Наконец-то пришёл на твой стрим после года в твоей телеге и просмотра видосов. Блин, огромное спасибо, что вы вот столько ждали и всё равно пришли. Огромное спасибо. Большой пёсик любит спать? Да, он сейчас спит. Он сейчас спит на моей подушке и с кайфом. О, Егор, важный вопрос. Вы видели арт Джонни Сильверхэнда в толстовке Кена? Где-то я что-то такое видел на самом-то деле. Где-то, где-то это как будто бы мелькало. Ох, какой он милаха красивый. Да, 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 это правда. Я уже около года подписан на ТГ или больше. Слушайте, вот я поэтому и говорю, что благодаря вам моё творчество, оно как бы продолжает развиваться, оно не стоит на месте, оно продолжает жить. И в целом всё заебесь. Здравствуйте, Егор, вы очень классный человек. Мы с друзьями, ваши фанаты. Можете передать привет нашей фэмили. Сэсэгия, Соня, Ваня, Сэсэга и Настя. Привет вам, если вы мои фанаты. А даже если не мои фанаты, всё равно вам привет. И интересная у вас фэмили, конечно. В театральном институте нет понятия, комфортно на бюджете или не комфортно. С контракта, с платного курса могут отчислить совершенно спокойно же, так же, как и с бюджета. В театральном институте очень жёсткое обучение, которое не предполагает как бы разных послаблений для платных студентов. Тут не так работает. Фэмили – это наш сквад из друзей. Сквад из друзей! Звучит максимально серьёзно. «Егор, чем сегодня займёмся на стриме?» Слушайте, на самом деле, я говорю, у нас очень неплохо идут в целом вообще разговорчики. Очень неплохо. И даже иногда онлайн бывает на разговорных стримах намного выше, чем на игровых. Поэтому давайте пока что мы продолжим говорить, а может потом, если вы прям совсем задушитесь от меня, то включим какую-нибудь игру. «Приветик, смотрю тебя с работы. Привет, это очень мило, спасибо. Егор, ваш голос помогает мне проснуться, будто после учёбы. Спасибо вам, что запускаете стримы. Спасибо огромное, что так реагируете. Спасибо. Вот кто-то, например, меня под мои стримы любит засыпать, что я, ну, с какой-то стороны осуждаю, потому что с одной стороны вы меня смотрите, с другой стороны вам похуй, и как бы вы просто спите. «Гоу, как Аляша, марафон 10 часов ранеток? Нет. Вот когда у меня будет онлайн, как у Аляши, вот тогда я об этом подумаю, а так нет. «Привет, спасибо за труды, большой респект. Огромное вам спасибо. Мы стараемся для вас, как говорится. Если человек спит от голоса, то ему с ним спокойно». О май. «Что за Аляша» — это прекрасная стримерша, с которой мы очень хорошо дружим. Она просто устраивает лютые марафоны по разным кринжам, типа она смотрит всякие шоу а-ля «Давай поженимся» и тому подобное, а потом устраивает марафоны по ранеткам. Не, на самом деле, на самом деле, мне, короче... Почему ранетки — это кринж? Ну нет, я, кстати, ранеток отделил в своем спиче. Ранетки — это ностальгия. Хотя, я не знаю, Офф Спринг в итоге судились с ними или нет за плагиат. Они же, ну, фактически полностью их творчество слезали. «Егор, когда будешь озвучивать Пикачу?» Слава богу, никогда. Я бы хотел в покемонах озвучивать знаете кого? Надо подумать. Какого-нибудь... Блядь, нет, у меня слишком разные покемоны в голове всплывают. Это серьезный вопрос. Вы общаетесь с братишкиным? Да, общаемся, конечно. Ну, мы же друзья. Торетто, ты озвучивал. Я озвучивал молодого Доминика Торетто в «Девятом форсаже». Там просто в «Девятом форсаже» появляются разные сцены, где Доминику Торетто, ну, чуть там, за 20 лет. Вот, и его озвучивал я. Салют, ми фамилия. О, милые разговорчики, а если мы поговорим о твоих самых любимых сюжетах в фильмах или играх, вот тоже это обсудим. Вот тоже на самом деле, потому что я сейчас понимаю, что вот... Я очень сильно, скажем так, и устраивал жесткие баталии с фанатами соулс-лайков, потому что когда у меня, например, вот до сих пор святое непонимание, почему выиграл Elden Ring игру года, а не God of War Ragnarok. Потому что... Но я понимаю абсолютно две разные стези геймеров. Это есть типа меня, которые любят игры за сюжет, атмосферу, нарратив и так далее. Ну, то есть как бы за в целом вот такую составляющую. А есть те, кто... Любят просто пиздиться. Вот, вот бывает. Ненавижу соулс-лайки, но, слушайте, привет смотрел Морбиуса. Морбиуса не смотрел, но я что-то там озвучивал в этом фильме. Это однозначно. Потому что God of War выиграл в восемнадцатом. Ну и что? Рагнарёк более чем достоин был взять игру года, это однозначно. Но, а что в соулс-лайках нет сюжета? Но, давайте так. В соулсах очень маленький сюжет и очень богатый лор. Вот, назовем это вот таким образом, да? И я не согласен с тем, что Elden должен был взять игру года. Называйте меня кем угодно. Но я считаю, что это должен был забирать Рагнарёк. Просто, блядь, вот так, я считаю. Соулсы, я не говорю, что это плохо. Я говорю, что да, Elden Ring, это охуенно, но это та же самая копипаста, как вы говорите, что God of War, Рагнарёк, это копипаста и те же самые ассеты. Elden Ring, я вас удивлю, это тоже копипаста. Игрой века можно назвать Doom? Да, блядь, это пиздец. Вы видели? Doom запустили на микробе, который что-то запускает одну картинку в 10 часов или что-то в этом роде. Не особо интересный геймплей? Ну, слушайте, каждый для себя игры выбирает по-разному. Мы копипасты других людей? Это правда. Егор, а ты озвучивал... Да, я озвучивал Майлз Моралес и даже там каких-то бандитов я ещё озвучивал. И одного какого-то очень серьёзного бандита, даже там кат-сцена какая-то со мной есть. Я не очень помню всех прям персонажей, которых я озвучивал в играх. Опа, я зашла сейчас в бой насмерть и мне выпал Йору. Видите, как интересно. Что можешь посоветовать из фильмов и игр? По поводу сюжетов я бы сказал в играх, что посоветовать. Days Gone, Metro Exodus я бы посоветовал. Я бы посоветовал Deus Ex. Я бы посоветовал, если из каких-то олдовых игр брать, то может быть Splinter Cell Pandora Tomorrow и Splinter Cell Chaos... Ну вот это, теория хаоса. Ну, короче, за сколько у тебя сейчас микро на стриме? Слушайте, микро у меня максимально простой. Стоит он сейчас 1015, наверное. Микро называется Audio Technica 2020 USB+. Блядь, я на эту дуру, 15-тысячную, например, записал дома рекламу Авито. Здесь решают люди. То есть, опа, и вот она реклама. Просто такой... По-моему, неплохо. Да мне плевать, пятерых или пятьдесят. Да, это, да. Есть какое-нибудь произведение, самое любимое фильмы, игры, анимация? Ой, ну фильмы, как я и говорил, это, наверное, фильм Гладиатор, я бы так сказал. Игры, это, наверное... По-прежнему остается трилогия «Принц Персии». Анимация, вот тут сложнее, потому что есть анимация «Ежик в тумане». Вот, «Ежик в тумане» — это для меня шедевр шедевров. Ты нигде не снимался? Почему же? Я снимался как-то в сериале под названием... Как-то он назывался? «Анна-детектив». Потом, блядь, помните легендарный стрим? Я вам рассказывал, как я в пятнадцать или в шестнадцать лет снимался в роли подсудимого в программе «По делам несовершеннолетних». Но, сука, у меня весь чат пытался найти эту серию. Серию нахрен снесли с всего интернета. Нету этой серии, и ёбнешься. Вот, вот, видите, да, никто не нашел эту серию. И также я снимался, вот в этом году выйдет сериал от Кончаловского, исторический. Вот я там тоже снимался. Да, вот, видите, ну, не нашли, ну, и куда-то оно всё пропало. Всё пропало. Но неспроста больше девяносто процентов... Да, неспроста. Я... О вкусах не спорят, как говорится. Для меня просто «Рагнарёк» — игра года. Вот и всё. А так, вот сейчас в двадцать четвертом году выйдет вот этот проект. И ещё сейчас пробуюсь на один проект. Но пока... Как относишься к таланту Гоблина в озвучке? Простите, пожалуйста, а какой у Гоблина талант в озвучке? Кто-нибудь мне расскажет? У Гоблина... Не, гоблинские озвучки — это легендарно. Но... Про какой талант мы сейчас с вами говорим? Я не очень понимаю. Егор, ты дедушка. А вы бабушка. Стоит ли поступать? Слушайте, стоит поступать, если вы этого хотите. Если вы этого хотите, то пробовать надо всё, мне кажется. Если есть действительно желание, состояние того, что... Как бы... Вы понимаете, что это нужно сделать, то почему бы и нет? Видел, что собираются нового «Принца Персии» выпускать? Какого? Нет. Ну вот только который вышел. Но это не «Принц Персии», да? Вот. А если говорить, они же ремастер пилят первой части. «Привет, а в «Ведьмаке» ты никого не озвучил? Приветствую. Спасибо, что подписались. А в «Ведьмаке»? Нет. В «Ведьмаке» я ещё ничего не озвучил, потому что я не был в этот момент в профессии. Но так вышло, что голос «Ведьмака» в селт Борисович Кузнецов меня научил озвучки и привёл в профессию. Поэтому я, хоть и не озвучивал «Ведьмака», но я ученик «Ведьмака» настоящего. Так что, если мне нужно выбирать между одним злом и другим, я не буду выбирать вовсе. Микро теперь 20к. Ну, слушайте, за 20 тысяч это очень достойный микрофон. Очень достойный. Но, но, совет начинающим стримерам, коих много даже у меня в чате иногда. Если вы думаете, что вы купите микрофон хороший, ну, номинально, вот даже вот этот. Вы его купите, поставите, включите, и как бы, что за хуйня с моим голосом? Не думайте, пожалуйста, ну, мало ли, что хороший микрофон решает проблемы со звучанием. Нет. Типа, вот дайте мне хуёвый микрофон, я всё равно буду звучать более-менее нормально. Просто потому что обращайте внимание на свой голос. Это очень важно, и это очень важно будет для вашей аудитории. Потому что, когда человек грамотно разговаривает, у него хорошая чистая речь, но его во многом будет приятнее слушать, если человек сидит, у него два хуя во рту, и он такой, типа, блядь, у меня зато микрофон охуенный, блядь. Ну, ни хуя не понятно, но это не важно. А с голосом-то и правда хуйня? Ну, вот, да. Либо, знаете, кстати, бывает и такое, что... Человек покупает микрофон, ему все говорили, что голос охуенный, пора в озвучку. Он покупает микрофон, включает и такой, блядь, а голос-то и правда хуйня. То есть, вот, писал когда-нибудь на микрофон Союз? Из профессиональных проектов нет. Я, по-моему, ничего не писал. В основном я работаю, ну, как бы на всех студиях я вижу микрофоны Нойман. В основном. Но, как бы, где-то стоит и Союз, я уверен, просто хз. Первый раз я услышал Всеволода Борисовича в первом Ассасине, по сравнению с оригиналом, Всеволод очень хорошо озвучил. Да, да, он же и голос Альтаира, кстати говоря, что неважно. Ты с набитыми щеками четко говоришь. Я чуть не помню стрима, когда у меня было два хуя во рту. Ну, ладно, ну, на самом деле, вот, для этого и существует занятие с пробкой из-под шампанского. А ты успел записать... Тестичку? Егория! А ты успел записать тестичку Фантом Либерти для Прожект? Нет, я не успел записать тестичку Фантом Либерти, но тестичка меня, она все равно осталась. В Фантом Либерти, как вы знаете, все эти прекрасные... Кам... ОН! Блять! Они все остались. Или когда вдруг Ви поднимается, и вдруг моим голосом говорит... Что такое? Или, например, подходишь к какому-то продавцу, и вдруг Ви говорит моим голосом... Что у тебя есть? Это потрясающе! CD Projekt Red, спасибо огромное! Пришла на стрим, и настроение даже поднялось. Вот, вот, это прекрасно, прекрасно, когда у вас поднимается настроение. Вы его тогда поднимаете мне. Много раз встречался дубляж, который лучше оригинала. Слушайте, да много раз, на самом-то деле. Просто, если говорить об этом, очень сложно как-то апеллировать, и очень сложно... Все равно есть момент вкусовщины. Например, вот если говорить об игре Hogwarts Legacy, я считаю, что дубляж... Мало того, что, да, Hogwarts Legacy на актеров... Сколько у них было? 48 актеров? 48, блять, актеров оригинала! 143 актера в озвучке русской от Games Voice. Ребят, ну как бы... И плюс, оригинальная озвучка Hogwarts Legacy максимально посредственная. Максимально посредственная. Просто нихуя! Голос никакой я не запомнил. Что-то проходит, что-то кто-то говорит, что-то... Ну и все. Очень-очень серая озвучка получилась у Hogwarts Legacy английская. Вот прям реально. На что я считаю, благодаря, как минимум, тому, что над этим проектом поработало не 48, а 143, блять, профессиональных актера, озвучка вдохнула новую жизнь в эту игру. Игра просто заиграла новыми красками, я считаю. С ног фраз... Ирит такой, you ok? А, блять, да-да-да, забавно, прикольно. А какие сейчас у студии по озвучке... Сложный вопрос. Топовая идея, кто-то проходит, а аниме озвучивал. Так вышло, что аниме я озвучивал очень много. Ну, как бы... Вот, блять, вот слушайте, я в какой раз убеждаюсь, что я озвучил одни из самых, ну, таких знаковых ролей в аниме в студийной банде, да? Но, тем не менее, почти никто нахуй не знал, что я был в студийной банде 4 года. По-моему, это гениально. То есть, вот там, я голос Гютара, Гриша Йегер, там, ну, короче, перечислять можно очень долго. И никто нахуй не знает. Во многом, что вот люди заходят, такие, типа, а аниме ты озвучивал? Ну, или, например, там, вот, бэкстейдж, который мы делали по этого самого, по озвучке Человека-бензопилы, залетел что-то в Ютубе вообще на миллион двести тысяч просмотров. И все равно, типа, ой, а вы озвучивали Человек-бензопила? Кон. И все. Можешь, слушайте, могу, например, знаете, как сделать? Сейчас вам покажу. Клопанда, да, я сам это сделаю. Или нет? Могу, короче, повелеваю, смотрите, повелеваю вам выдать бан! Как вам такая... Шуточка. Клопанда. Опля. Случилась магия. Я, кстати, не понимаю, на самом деле есть реально долбоебы, которые просто заходят и начинают писать какую-то хуйню. А может быть, люди как-то так самоутверждаются, или что-то как-то происходит, я не могу понять. Что творится с сайтом Flareau Films? А кто ж его знает? Я, честно говоря, не знаю, поэтому не могу судить. Так всегда так. Слушайте, у меня на стримах, если помните, вообще фактически такого не бывало. У меня на стримах, вот за что я просто безмерно вам благодарен, мы создали реально потрясающе добрую и охуенную атмосферу, где даже у нас какие-то диспуты, они просто, ну, они очень, да, там, яркие и эмоциональные, но все равно все друг друга знают и хорошо дружат. Кайф. Егор, здравствуйте, у вас наверняка уже это спрашивали, но как думаете, в будущем, когда все утрясется, у нас есть шанс еще раз услышать ваш голос в киберпанке? По моему мнению, лучше вас никто не смог бы озвучить Ви. Слушайте, на самом-то деле, не знаю, я не буду говорить однозначно, будет что-то или не будет, хотя я очень надеюсь, что будет, вот, но поживем-увидим, как говорится, и, может быть, увидимся в Найт-Сити, но может быть. Это Ислам обиделся, что тест-стрим запустил, а с фейка зашел. Стопудово, кстати, стопудово это был именно Ислам. Поэтому не забывайте подписываться на Телегу. Это никак не связано, но не забывайте. Защищал метро Исход? Что? Вы защищали? Вы... Не может быть такого. Я всегда, и чат это подтвердит, я один из тех, кто всегда говорил, что метро Эксодус, это, блядь, одна из лучших игр, которые я вообще проходил. Вы о чем? Не-не-не, нет. Это вы на меня не вешаете такое. Егор, а как сделать такой же охуенный голос? Но это лучше не у меня спрашивать, потому что я свой голос не считаю охуенным. Если бы была возможность, хотел бы озвучить кого-то из «Балдурс Гейт»? Конечно. Там потрясающие актерские работы, оригинальные, и было бы интересно попытаться приблизиться к уровню такого актерского мастерства. То есть в данном случае я бы хотел поозвучивать «Балдурс Гейт» даже в качестве эксперимента. Просто насколько я тоже смогу вот это все голосом, без захвата движения и так далее, ну, в плане катсцен, сделать это вот на таком же уровне. Значит, я защищал другую часть метро? Может быть, может быть. Я считаю, что вот я проходил все части метро, они все мне не понравились, кроме «Эксодус». «Эксодус» — это шедевр, блять! Просто шедевр шедевров. Если будут сборы на озвучку «Фантом Либерти», я всю зарплату спущу на это. Ну, слушайте, это уже, по-моему, CD Projekt Red очень ярко дали понять, что они этого не допустят и будут применять санкции на это. Я знаю, что с «Эксуса» сразу, когда нейроозвучки «Фантом Либерти» выходили, CD Projekt сразу их сносили. По крайней мере, я знаю, что мне... Ну, немножко вам расскажу. Но мне писали даже в CD Projekt Red об этом, что вот один мод уже снесли с нейроозвучкой «Фантом Либерти». Так что тут немножко другая ситуация. Два миллиона рублей хватит, чтобы озвучить «Фантом Либерти»? Ну, не сказал бы. Не сказал бы, что... Егор Васильев, будут игры. Вам не нравится со мной общаться? Вы хотите просто, чтобы я играл или что? Или почему? Могут сносить с «Эксуса» моды? Ну, давайте подумаем. Короче, CD Projekt Red приходит к «Эксусу» и говорит «Слышь, удали». И, ну... Реды могут! Они могут! Я думаю, что Реды не будут собирать опять актеров озвучки, потому что они уже другим проектом занимаются. Тоже, слушайте, такое тоже возможно, что CD Projekt Red уже заняты проектом «Орайен», как они называют это. То есть «Киберпанк 2». И они заняты «Ведьмаком 4». Вот, соответственно, сами понимаете, что сейчас им точно не до этого. И будет ли озвучиваться вообще «Ведьмак 4»? Вот это тоже вопрос. Но посмотрим. Как говорится, поживем-увидим-увидим-учтем. Правильно, чат? Орион Чокопай. Да, я согласен. Услышать бы те самые голоса «Ведьмаки 4»? Слушайте, ну если те самые голоса, о ком вы говорите? История Геральта, она, как они сами говорили, она завершена. Видел ответку от МДСейс? Видел, ну и что? У нас с ним разные взгляды на это, но, как бы, что я могу сделать? У человека, который взял мой голос и запихнул уже, блядь, во вторую игру, одни взгляды, у меня другие. И каждый имеет право на эти взгляды. «Как насчет Mass Effect? Не прохожу трилогию, только из-за озвучки. Хочется русский». Мне Mass Effect, я проходил, но я не сторонник этой трилогии. Я знаю, что она там гениально-шедевральная и тому подобное, но что-то как-то не очень по мне. «Как тебе Трой Бейкер?» Трой Бейкер — очень крутой актер, очень крутой. Но во многих проектах это уже как будто бы Трой Бейкер. То есть у меня иногда прослеживается в его голосе, иногда я Трой Бейкер. «Егор, привет. Я подписалась на тебя недавно. Жалею, что не сделала этого раньше, но лучше поздно, чем никогда. Спасибо за твое творчество. Слушать тебя одно удовольствие». «Спасибо огромное, спасибо. Это правда очень важно. Спасибо за донат. Второй донат за сегодня. Записываем». Так. Английский язык на самом деле звучит... Ну, вот видите, это вот... А я считаю, что в некоторых местах английский не туда работает. То есть как бы... Но я слушаю это по-другому. То есть я слушаю, что... Вот, например, да, Трой Бейкер. Да, очень крут, очень крут. Вот, но я слышу немножко по-другому, потому что у меня это же образование, это же индустрия. То есть я актер театра и кино по образованию, и также я актер озвучки. И я слышу, где Трой Бейкер передавливает, где он специально такой «я Трой Бейкер». Например, Кристофер Джадж, который озвучил Кратоса в God of War, в «Рагнарёк» тоже есть несколько моментов, где он, казалось бы, у него вся эта природа есть, она охуительная и классная, и он очень талантливо это делает. Но он ещё больше специально это делает. Дарья Вакака. Спасибо огромное за подписку. Интересно. На меня, наверное, подписалась внучка Вакака Акады из Киберпанка, потому что... Потому что... Но по идее тогда вы должны быть Дарья Акада, а не Дарья Вакака. Ну ладно, неважно. Михаил Белякович пушку выдал. Ну конечно. То есть, на самом-то деле, просто, ребят, давайте так, вот тоже, я всегда говорил и буду говорить, что учитесь различать. Потому что, знаете, если появляется в озвучке Трой Бейкер, не спешите сразу говорить, что, блядь, ну это же Трой Бейкер, он сделает охуительно. Или, например, когда я вам говорю про какую-то свою озвученную роль, очень многие из вас начинают писать, да мы знаем, что ты сделал охуительно. Я говорю, нет, вы сначала посмотрите, а потом честный отзыв мне напишите, если захотите. Например, мне многие, как бы мои фанаты, громкое слово, но тем не менее, писали, что там то или иной проект им не очень зашел в моей работе. Это, ну так бывает, это нормально. Вот, например, возьмем сериал Озарк на Нетфликс. Я считаю, что, блядь, это самая мисскастовая роль, которую я вообще когда-либо озвучивал. Хотя, некоторым нравится. Но я считаю, это лютый мисскаст. Прям пиздец. В БГ-3 нормально так озвучено, ну да, 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 там потрясающе озвучено. Но и русская озвучка справилась бы очень достойно, я считаю. Я играю в Валорант на английской озвучке уже год, я вашего голоса не слышу в игре. Слушайте, ну, я же не обижаюсь за это. Каждый выбирает озвучку себе по душе. То есть, например, я рассказывал, и мне не впадло рассказать это еще раз, что мне несколько людей писали англоязычных, что они играют в киберпанк на русском. За меня. Ну, как бы. Блин, по-моему, по-моему, это нормально, когда люди выбирают все равно озвучку, которая им нравится. Но реально мне, причем, сука, я там с переводчиком сижу, блядь, пытаюсь понять, ругают они меня или хвалят. Но реально люди писали, что играют с русской озвучкой. Я такой, типа, блядь, спасибо, ребят. Это так же, как мы с Гевином Дрея, который озвучил английского протагониста Ви, мужской вариант. Мы общались с ним как-то, я ему скидывал трейлер, который я озвучил. Я ему выражал респект, как он озвучил Ви. То есть мы обсуждали разницу, в чем, как бы, разница между русской версией и английской. То есть это все, как бы, ну, индустрия, одним словом. А ты принимал участие в озвучке Dying Light 2? Да, Dying Light 2 я тоже озвучивал. А когда ты озвучиваешь, ты слушаешь реплики только на английском? Слушайте, очень по-разному я слушаю реплики. Потому что, например, вот рассказываю. Когда мы озвучивали киберпанк, иногда приходилось озвучивать, например, подпольский вариант. Или даже было как-то пару раз под японский. Потому что Гевин Дрея просто там выпускал спектакль у себя. И, соответственно, он тоже не успевал. Поэтому, ребят, кто говорит, что в киберпанке оригинал только английский, нихуя! Иногда английские актеры писали под русских. Например, вот как Гевин Дрея или Чарами Ли, когда Юля Горохова перегоняла ее по озвучке. Так что, вот, адептов оригинала я прошу учесть эту информацию. Здравствуйте, дед, здравствуйте. Всем доброго! Приветствую, Флинн, приветствую. Слушайте, чат, по-моему, мы с вами охуительно общаемся. Вот, хотите, можно... Не, можно, конечно, запустить какой-нибудь Валорант, поиграть. Или Ведьмака тоже самое. Продолжить эту битву при Каэр Морхене. Но тогда половина онлайна просто возьмет и уйдет. Иногда оригинал на два или три языка пишется. Так что иногда нет того самого одного языка оригинала. Так в этом и прикол. Понимаете, что... А вы слышали озвучку «Метро Исход» на английском? Кринж, как по мне. Это говнище, а не озвучка. Простите, пожалуйста. Может, я что-то неправильно сделал или сказал. Но вот это очень хороший пример. Смотрите. Наших актеров, наша комьюнити очень любит хаять. Почему вы акцент не делаете? Почему вы, блядь, не делаете английский, ирландский, шотландский, хуянский, блядь, какой угодно акцент? Послушайте английскую озвучку «Метро Исход», и вы поймете, почему мы не делаем акцент. Потому что когда все английские актеры попытались в русский акцент, это звучит не как русский акцент, а как пиздец. Вот это полный пиздец. Так что, ребят, вот благодаря, может быть, иногда даже благодаря моим стримам, фиксируйте эту информацию для себя, чтобы потом не хуесосить нас за какую-нибудь фигню. У Сэма есть акцент? Да. Но там как-то, ну, тут по-другому и тоже. Hello, Vladivostok. Какой это нахрен акцент? Нет, но при этом, вот, вот, пожалуйста. Но это один персонаж, и этот персонаж получился очень мемный. А когда все персонажи у тебя звучат как пиздец, это невозможно слушать. Вы говорите про Сэма, про одного. Он один, и как бы он как американец, ну, это вот так обыграли. Но когда их так много, как делать? Получается, надо было приглашать русскоязычных актеров озвучивать на английский, чтобы было с акцентом? Получается так. Если хотели добиться именно этого. Да, надо было русским, всем русским просто банально озвучивать на английский. Вот и все. И основной сюжет прошел, и немного побочек на 90 часов, но потом желание играть пропало, так как учеба. И немного побочек на 90 часов, простите, а про какую игру вы говорите? Потому что что? Метро и Ксодус на 90 часов? Я, может, не так в нее играл? В Метро Исход ты же главного героя озвучивал? Нет. В Метро Иксодус озвучивал главного героя. Ну, Артема, если вы имеете в виду монологи перед загрузками, озвучивал Даня Эльдаров. Прекрасный артист, официальный голос Криса Эванса, Капитана Америки. Это же, наоборот, комичности и колоритности добавляет, когда Сэма озвучивает... Да, но, вот согласитесь, это комичности добавляет, когда это один персонаж. Когда это вот как раз... Hello, Vladivostok. Oh, that's good. Давай скорее. Вот это еще смешно, но это один персонаж, блядь. А их там все. И все разговаривают на якобы русском акценте. И звучит это не как русский акцент, а как пиздец. Всем доброго вечера. Доброго вечера вам. Капитана Америка, это Артем из метро? Да, да, это факт. Как по мне, легче получается делать итальянский акцент. Я послушал метро на английском, это правда пиздец какой-то. Вот именно! Вот именно, блядь! Поэтому не просите, пожалуйста, нас делать акценты. И именно поэтому, вот, вот кстати, вот скажите спасибо режиссерам дубляжа, которые как раз не слушают этот лютый хейт и не делали никаких нахуй акцентов. Ахуй это все. Рад, что у Егора всегда такое живое общение в чате. Егор читает почти каждое сообщение. Спасибо за такую обратную связь. А между прочим, кстати, не то, что я сейчас буду выебываться, но буду выебываться. Смотрите, какая история. Я вот даже рассказывал про некоторых стримеров. И, кстати, это касается стримеров Валоранта. Захожу на стрим, блядь, в чате два-три человека что-то пишут. Человек даже не читает сообщения, просто что-то играет, про что-то рассказывает. И как бы, ну и как бы я серьезный стример, а у меня в плашке написано почта для сотрудничества. Зато онлайн два-три человека. И, блядь, ну что за неуважение? Ну как бы, ну не знаю. Ну, как по мне, как по мне такое себе. Он просто привык к тексту на экране. Ну да, тоже вариант. Привет, научи так же низко говорить. Слушайте, по поводу научить так же низко говорить, наверное... А, да, вы только недавно на меня подписались. Точнее, в эту минуту. Спасибо огромное, что подписались. Смотрите, я... У меня запланирован стрим. Пока не знаю, когда, потому что я сейчас расписываю все, что я собираюсь на этом стриме рассказать. Он будет очень долгий и нудный. Но это будет стрим по развитию голоса и дикции. Вот. То есть, следите за обновлениями в телеге. И, как говорится, я об этом в телеге расскажу. Вот. Вот я вам об этом потом расскажу. А так, если вы как бы, ну, не будете подписываться на телегу, не то, что я вас умоляю, пожалуйста. Но, если не будете подписываться, я просто вам расскажу так. Чтобы сделать голос понизить, вам нужно прочитать, что такое гигзаметр и что такое гигзаметр как упражнение. Потому что... Что из себя представляет гигзаметр? Гигзаметр это, например, Илиада. Или Одиссея. Мрачно смотря на него, говорил Ахиллес быстроногой. Тщетно ты, пес, обнимаешь мне ноги и молишь родными. Ну, и так далее. То есть, как бы... И просто, если грамотно прочитать, как использовать гигзаметр как упражнение, то это лучшее упражнение, чтобы опустить голос и сделать его чуть более уверенным. Вот. И даже дыхание, конечно, конечно. У меня голос бас, но гортань поднимается, походу, из-за неправильного дыхания. Скорее всего... А, у вас голос внутрь уходит. Вы его не отправляете. Понятно. Чеховской рассказывал историю, где он играл одного из трех братьев-поляков. Он подготовился, отрепетировал правильный акцент. И в результате только один из трех поляков говорил с акцентом, остальные на чистом русском. Да вот именно. Поймите правильно, что акцент, тем более, очень локальный. Его... Ну, его мало того, что его нужно тренировать чуть ли не годами. Ну, вот именно, чтобы он прям звучал как родной. Но и в целом. То есть, как бы, этого не может на сто процентов произойти. А тут, когда от русских актеров требует ирландский, блять, акцент, чтобы он отличался от шотландского... Ну, это сразу хочется сказать. А не пошли бы вы нахуй? Ну, вот реально. Ну, просто потому что, знаете, сразу так немножко обидно становишься. А для кого вообще работу делаешь? Когда люди даже не хотят понять, что это будет плохо. Они не хотят этого понять. И поэтому... Поэтому. Но! Вот смотрите. Как я уже и рассказывал. Человек, который озвучивал Гора Токемуру в русской озвучке Киберпанк 2077... Носитель японского языка. И все японские реплики он озвучил сам в игре. И там... Ну, по факту, когда он говорит на русском, у него фактически нету японского акцента. И дальше что? Ну и... Ну и что? Ну, зато охуительно озвучил. Просто охуительно. Но на телегу подписался. Спасибо огромное. Это очень важно, потому что, во-первых, смотрите, когда у меня будет 10 тысяч приписчиков в телеге, я разыграю 5 тысяч. Рандомно. Это раз. Это раз. Вот. А во-вторых, в телеге у меня иногда появляется какая-то очень полезная информация. Иногда, очень редко, но появляется. Вот. Так что, как говорится, буду признателен, если кто-то из вас еще подпишется. Ну, мало ли новенькие есть в чате. А я вижу, что есть, потому что вы сейчас же на меня подписываетесь, на канал, правильно? Егор, покажи свой английский акцент. Лондон is the capital of Great Britain. Нормально, да? Мало кто знал, мне кажется. Вот. Видите? А, вот так вот. Послушайте потом его японские реплики, когда он разговаривает с Ханако Арасакой. Просто послушайте, как он четко это говорит. Или когда он разговаривает то ли с Юринобу, то ли с Сабура. По-моему, с Сабура он разговаривает. Тоже прям вот отлетают все буквы. О, вы из Франции? Женеси по-франции. Мистер Мун в английском в Хогвартсе с акцентом и смотрится комично, а в русской акцента нет и смотрится и слышится шикарно. Да, да, но вот, кстати, на эту роль я бы попробовал поиграться с акцентом. Именно попробовал. Может быть, если бы я был режиссером дубляжа этой роли, то я бы с каким-нибудь актером поигрался. Может быть, что-нибудь бы получилось интересное в этом. Скажи, пожалуйста, «Беги, лесной болван, беги». Нет, я скажу «Беги, кролик, беги!» Если кто не читал, я советую вам обязательно прочитать Абдайка «Run Rabbit Run». Это охуенно. Что это было в плане... А ты в Control не озвучивал? Control я тоже озвучивал. Не помню что, но что-то я там озвучивал. Привет, Егор, а ты играл в Ведьмака третьего? Да, приветствую, я играл в Ведьмака третьего, и я вот сейчас на четвертом уже прохождении. Я прошел его на компе два раза, потом я его прошел просто от и до полностью на PlayStation 4 своей, и сейчас вот я прохожу его еще раз на компе. Помурчишь мне на ушко? Какой у вас интересный ник. А я, по-моему, даже, да, я уже его замечал. Но... нет. Я только вышел из комнаты, как слышу, «Лондон из The Capital». Да, именно правда. Я раньше много рисовал и играл в Valorant, потом был перерыв, и сейчас думаю снова рисовать арты, так как игра нравится и многие персонажи. Нашла ваш канал на Твиче, засмотрелась и решила рисовать Йору в скором времени. Вот, прикиньте, вот если вот так работает у людей мотивация, благодаря каким-то моим редким некоторым стримам, огромное спасибо. Это очень мило и очень важно. Поставленный голос для вокала поможет для постановки голоса для озвучки? Да, да, поможет. Потому что все равно в вокале учат устойчивости голоса, устойчивости и в целом владению. Все-таки перепрыгиванию с ноты на ноту и так далее. Гаммы, тесситура опять же развивается. Ну, короче, много можно умных слов сказать. В общем, помогает. Как у тебя дела с математикой? Слушайте, я был невероятным распиздяем в школе. Поэтому она мне могла даваться легко, если бы я ей нормально занимался. Но, тем не менее, я закончил школу экстерном. Вот как-то так произошло, что да, я закончил школу экстерном. Потом я обязательно вас отмечу. Огромное спасибо, будет очень мило. Егор, здравствуйте. Здравствуйте. Рисую, смотрю твой стрим, кайф. Вот, видите как, на самом деле. Тем более, вот если человек еще использует мой стрим как просто... Как занятие для того, чтобы... Занять время. Гроулить можешь? На вокале учат расщеплять. Гроул, это все... Ну, я знаю все эти приколы, все вот эти... И там... Ну, мне просто лень напрягать голос сейчас. И неохота. А я ведьмака играю, на фоне слушаю стрим. Слушайте, у вас какой-то, короче, ведьмак в ведьмаке получается. Потому что у меня во время стрима играет музыка из третьего ведьмака. Получается, вы играете сейчас в ведьмака, и при этом я говорю про ведьмака. Ведьмак ведьмака в ведьмаке, и ведьмаком погоняет. Вот, короче, все. Спасибо за донат. Добрый вечер, Егор. Давно вас не видел в сети. Как ваше дело? Планируете сегодня играть во что-нибудь? Спасибо огромное за донат. Дела неплохо. Опять же, спасибо вам за поддержку. Планирую ли я играть во что-нибудь? Сейчас, смотрите, вот... Пока мы прекрасно сидим, хорошо общаемся. Вроде как всем не скучно, все меня слушают. Вот. Но я думаю что-нибудь запустить. Просто я пока думаю, что запустить. Я, наверное, скоро пойду в Валорант и снова под твой стрим. Вот видите, как тоже интересно. Скажите, Егор, как вы относитесь к настольно-ролевым играм? А, ну, по типу ДНД вы имеете в виду вот это, что ли? Вы состоите в романтических или половых отношениях в данной... Тип, половые отношения. Ну, какие у вас интересные вопросы. А вы с какой целью интересуетесь? Просто интересная трактовка у вас вопроса. Она очень забавно звучит. Делаю расклады Таро под ваш стрим. Прикольно, прикольно. Привет, голос из моей головы. Да, здравствуйте. Я на самом деле... Вы, вот, вы не знали, но я почти всегда в вашей голове. А я сижу, собираю корабль из дерева, шлифую борта... Блядь, я по-другому себе это представил. Просто стоит какой-нибудь фрегат... Блядь! Шлифует борта... И там какой-нибудь капитан одноглазый, который ставит... Давай, блядь, тысячи чертей! Вот так и бывает. Егор, хочешь верь, хочешь нет, но я, когда слушаю тебя, вспоминаю своего куратора из института по звукорежиссуре. Вот манеры общения, подачи информации, шутки, акценты. Хоть мы и одного возраста, но я себя ощутил снова подростком. Ну, я не настолько старый. Что вы из меня уж прям деда делаете? Я внутри молод и горяч. Просто я нихуя не разбираюсь в этих ваших стримах, но это ничего не значит. А ты веришь в Таро? Нет, не верю. Не поверишь, но я сейчас пишу код для приложения и слушаю. Слушайте, да вы, короче, я так понял, все чем-то заняты, и просто слушайте меня. Может, мне аудиостримы? Давайте, короче, давайте сделаем вот так вот тогда. Че мы... Раз уж такие дела. Как вам вот такая... И я просто буду сидеть и что-то рассказывать. Охуительный стрим, мне кажется, да? Нормально. Вы же просто работаете под этот стрим. Вот так даже лучше. Вот, видите, вот, вот. Мне кажется... Ха-ха-ха-ха-ха. Нормальная тема. Ну, вот. Если вы же все работаете и не смотрите на меня, нормально. Все равно никто не палит. Вот, вот, это правда. Снова. Добрый вечер. Расскажи удачный случай из своего быта. Я написал в чате, но ты, вы, не заметил и. Так и не решил, ты или на вы. Сори, сори, сори. Спасибо за донат. Да, чат, если я пропускаю ваши вопросы, можете минимальную сумму задонатить. Если попросите, я вам даже ее верну, чтобы как бы не обижались, просто чтобы я увидел вопрос. Удачный из бытовой жизни? Слушайте. Когда у меня появилась собака? И вторая? Вот и все. Работаю, но на левом мониторе на тебя смотрю. Ага, понятно. Мы периодически смотрим на тебя. А, вот, вот, Алексей под кальянчик смотрит. Слушайте, вот это кайф. Алексей, мой вам личный респект. Вот человек правильно делает. Под кальянчик с кайфом, с чувством, с толком, с расстановкой. Что может быть лучше? Байт на донат? Нет, нет, байт не на донат. Я же говорю, если что, я вам верну этот донат. Не парьтесь. Как относишься к бильярду? Слушайте, русский бильярд для меня очень заебный. А вот в пульчик с удовольствием. Так что, покатаем шары? Егор, как твои собаки? А я, между прочим, в начале стрима даже с одной собакой сидел. Так что, будет вам повод пересмотреть. Тогда у тебя голос в голове, это Илья Бледный? Вы невероятно правы. Почему вообще начал стримить? Слушайте, хороший вопрос. На самом деле, постримить я хотел изначально только Киберпанк, когда Киберпанк только выходил. Вот. Но потом я просто понял, что у меня появляется какая-то некая аудитория, которой мои стримы нравятся. И, ну, как-то канал начинает развиваться. То есть, я потом ушел с Ютуба на Твич. Кстати, я оживляю канал на Ютубе, поэтому на Ютубе тоже подпишитесь, пожалуйста, и посмотрите последние шорты, если вам не сложно. Вот. Но я стримлю больше для вас. То есть, смотрите, дело в том, что я никогда не называл себя стримером и не говорю, что я стример. Я актер театра и кино. Я нихуя не умею стримить, я умею нажать кнопку «Запустить трансляцию». Вот. Но при этом я знаю, что у меня есть информация, которая вам интересна. Есть какие-то инсайды, как проходит вообще актерская профессия. Почему бы ей не поделиться этой информацией? Привет, есть ли у тебя хобби? Есть. Есть. Боевые искусства. Насчет игры. Нам нужен пятый валорант. Пойдете. Спасибо огромное за донаты и за приглашение. Но, увы, я пока откажусь. Пока у меня другие планы. Нечаев из Atomic Heart. Как вам озвучен? Ну, я бы сказал, удовлетворительно хорошо. Вот я бы так сказал. А был ли какой-то отбор актеров на озвучку Джонни? Конечно. На Джонни был, насколько я знаю, самый сложный и самый такой серьезный кастинг. Это вот именно был на Джонни. Почему на роль Джонни не взяли Всеволода Борисовича? Ну, потому что разработчики не хотели бы пересечения с Ведьмаком, а это было бы. В связи с тем, какую харизму и какой рисунок роли был задан CD Projekt Red, сразу оговоримся, не Киану Ривзом рисунок роли был задан и харизма, а CD Projekt Red. А Киану, по факту, ему подарил только внешность, ну и голос. Вот. И Киану никогда не играл таких ролей. Вот. И Всеволод Борисович просто, ну, я представляю, как бы он звучал за Джонни, и это был бы Ведьмак. Это был бы такой просто... Это был бы, как в «Каменных сердцах», этот, Витальд. Вот абсолютно то же самое было бы. С профессией актера озвучки вообще не хватает, на жизнь хватает, ну, в финансовом. Но, слушайте, сейчас озвучки крайне мало, поэтому крайне не хватает, если уж говорить по правде. Ну, давайте говорить по правде, да? Вот. Ну, благо, я еще работаю в театре, хотя зарплата в театре вы охуеете какая. Я не знаю, ну, у меня NDA на зарплату в театре нету, поэтому я думаю, у меня просто театр обидится, если я назову количество денег, которые я получаю в театре. Шесть тысяч? Ну, не, ну, вы уж не перебарщивайте, но я все-таки в Москве живу. Но... Кстати, об информации. У меня два вопроса. В голове сидел долго вопрос, может ли актер или актер озвучки потерять свою собственную личность? Да, может. Может, другой голос приобрести. Не свой. Я слышал такие голоса. Я не буду говорить, что это за люди. Но есть один человек, который не имеет образования актерского, хоть и активно курсы по речи у него есть, у этого человека. Но человек, я считаю, разговаривает абсолютно роботизированным голосом полностью. То есть, как бы, абсолютно не своим голосом. Я не понимаю. Добрый день, вы озвучивали Доминика Торетто? Да, я озвучивал Доминика Торетто в «Девятом форсаже», когда он был молодой. Если вы пересмотрите «Девятый форсаж», то когда появляются сцены, где Доминика Торетто всего там 25-27 лет, то его озвучил я. «Егорь, привет, спасибо тебе за твои роли, Ви и Юру». Спасибо огромное. Спасибо. Но у меня есть еще много других ролей. Поэтому было бы очень славно, если бы вы ознакомились. Ну и да. А у вас звучит какой-нибудь голос в голове, когда вы думаете? Просто не у всех мой голос звучит у меня в голове. Ну вообще, ну, нет, ладно. Голос Ильи Бледного. Ну что уж скрывать. А он пробовался, по-моему, актер, который озвучивал Джона Уика. Он тоже пробовался, насколько я знаю. Здравствуйте, Егор. Не хочется заебывать однотипными вопросами, но на стриме можно спросить напрямую. Я хочу работать в сфере озвучивания и получил сертификат о прохождении курсов актера-дубляжа. Как достучаться до известных студий озвучки со своим демо? Куда писать? Ищите сайты студий и находите там почту. Там есть везде, мне кажется, почта для сотрудничества. Ну, должна быть. А, простите, можно поинтересоваться сертификат о прохождении курсов актера-дубляжа вы получили у кого? Кто вас обучил? Очень интересно. Ислам ради тебя стрим задерживает? Как это мило. Значит, придется ему не кинуть рейд? Это да. Может, фильмец потом посмотрим? Ну, а вы знаете Артема Мельничука и приходилось ли с ним работать? Слушайте, я с ним, как говорится, мы в друзьях с ним на Фейсбуке запрещено в Российской Федерации. Вот. Но как-то не пересекались в жизни, вроде как. Не помню. А может и пересекались, я хер его знаю. И второй вопрос, наверное, деликатный. Вот ты продюсировал Братишкина на роль в Киберпанке, хотя Братишкин не актер озвучки. То есть суть иногда просто в уникальном голосе? Слушайте, это был не то, что жест коллаборации. Скорее, я понимал, что Вова вот с таким небольшим и забавным объемом справится. Я несколько поменял свой взгляд по поводу вот таких лиц в озвучке. Если у человека есть хоть какие-то минимальные возможности, если человек не претендует на большую главную роль, если существует грамотный режиссер... Грамотный режиссер, который... Кто это написал в моей группе в ВК? Ай-яй-яй. Нельзя так. Грамотный режиссер может сделать конфетку из всего. И из Вовы Братишкина. Хотя Вова молодец на самом деле. Вове респект. Вова этим интересуется не для хайпа. Мы с ним очень много разговаривали об этом не во время стрима, и он очень многое узнавал, поэтому Вове за это однозначно респект. Это не пиар-ход? Нет. Мы с Вовой дружим, поэтому какой тут пиар-ход? Как бы, опять же, Вова не хотел сам так пропиариться, потому что я его позвал. И я не хотел так пропиариться, потому что я не просил его вставлять в название стрима «Озвучиваю под руководством Voice From Games». Вова сам что хотел, сам как-то там говорил, что типа там подписывайтесь на Егорчика, и все такое, все такое, но это все было по-дружески. Так что это бот-спамер написал в ВК? Почему? Приют молчит? Вроде бы нет. Кстати, да, у меня есть группа ВКонтакте, она неактивная, но может вы туда подпишетесь, и она встанет активная. Называется «Приют Найт-Сити». Ну, мало ли, но вдруг вам захочется подписаться на пустую группу, которая когда-нибудь уже оживет. С какими-то казахстанскими актерами знаком, я сам никого из них не знаю. Я знаю Артур Пилипец, очень известный голос из Казахстана, очень интересный человек, мы с ним много разговаривали, как-то много общались, и я даже для них какую-то шутливую озвучку делал, я переозвучивал Мэтью МакКонахи. Ну, значит, ты грамотный режиссер, получается? Ну, не мне это говорить. Я сужу о том, что говорят зрители и что говорят актеры, которые со мной работали. Очень многие актеры, очень серьезные актеры. Вот, например, вот знаете, чем я горжусь? Вот сейчас немножко, немножко, блядь, повыебываюсь. Значит, записывал я, как режиссер дубляжа, фильм «Пила-10». Вот, и так вышло, что я записывал, мы пригласили Александра Борисовича Новикова, официальный голос Крамера из «Пилы», главного героя, мы пригласили на озвучку, он согласился. А это один из самых жестких режиссеров дубляжа, которые вообще есть. Чтобы вы понимали, что это за серьезный человек, у него работ в дубляже, как актер, 941 на Кинопоиске, а фильмов в режиссуре 345. Блядь. И когда он пришел на озвучку, я должен был его режиссировать за главного героя, но самый отягчающий момент, что он был режиссером дубляжа последних, по-моему, четырех частей «Пилы». Еще и режиссером дубляжа. Мало того, что он голос главного героя, так еще и режиссером. Александр Борисович Новиков. И он приходит на озвучку. Сидит какой-то щегол 27-летний, который говорит, Александр Борисович, здравствуйте, я Егор Васильев, я режиссер, вот. И мы начали работать. Я его записал. И он был в невероятном восторге от нашей совместной работы. Назвал меня большущим профессионалом. Человек ему... Ну, блядь, не буду я все слова, которые он мне сказал, но, короче, он очень остался доволен нашей работой, и для меня это большое достижение. Потому что, когда приходит такой, блядь, мастер, 941 работа в дубляже только фильмов, я не говорю про игры, 345 режиссерских работ в дубляже, но это пиздец. И когда такой человек мне говорит, что я большой профессионал, блин, ну, это что-то да значит. Вот. Это для меня, знаете, это плюс вайб. Просто плюс вайб. Рассказал. Привет, знаешь, Кристина Шерман? Ну, я про нее слышал, но я так вот, чтобы лично, я не знаю. Что ты о ней думаешь? Я не слышал ее прям каких-то больших работ, поэтому не могу ничего сказать. Может, и слышал, но просто не знал, что это была она. Сертификат получен первой федеральной школы медиа. Нет, это, конечно, очень круто. Подождите, сертификат как школа понятна. Кто вас учил? Имя человека, имя и фамилия. Просто, ну, смотрите, давайте так. Я к некоторым школам дубляжа отношусь со скепсисом. Но я не говорю конкретно про вашу, про вашу я ничего не слышал, поэтому ничего не буду говорить. Одна школа, я не буду называть ее... Не буду называть ее. Значит, она находилась в том же здании, где была студия, на которой я иногда озвучивал. Я проходил мимо, иногда видел учеников этой школы озвучки. Я даже не знаю, как она называется. Не, я помню, как она называется, просто не буду говорить. И там человек преподавал озвучку, да, с актерским образованием, ну, хотя бы. Но, блядь, я загуглил человека в кинопоиске. А если вы хотите проверить, ну, как бы озвучивал что-то человек или нет, просто найдите его страницу на кинопоиске. Я вбиваю его имя и фамилию, и вижу ноль проектов. Как? Как, блядь, ты можешь научить озвучки? Озвучив именно профессиональных проектов? Ноль. Если ты дома где-то научился, до хуйня твои курсы тогда получается. Ну, как бы... Ну, камон, ребят. Сейчас век интернета. Помните слово такое очень английское? Называется факт-чекинг. Ну, блядь, умейте вы найти человека в медиапространстве, вбить... Ну, грубо говоря, да, смотрите. Я объявляю о том, что я открываю школу, блядь, озвучки. Я не открываю. Сразу говорю, чтобы вы не вырывали мои слова из контекста. Вбиваем. Егор Васильев, актер. Только очень важно добавить актер, потому что там выдаст этого Флейми и окажется, что я вообще киберспортсмен или футболист. Ну, так вот. Выдаст мою страницу на кинопоиске, где там 150 проектов. 50 еще даже не добавлено. То есть в сумме где-то озвучил я около 200 проектов, как кино, мультипликации, аниме и так далее. И в играх я озвучил порядка 30-40 игр. Ну, вот хотя бы тут, блядь, ну, есть бэкграунд, по которому я могу чему-то научить. А когда человек не озвучивал ничего, у меня возникает вопрос. А чему ты собираешься учить? Блядь. А ваш голос узнают на улицах? Да, узнают. Иногда по-разному реагируют. Иногда, я помню, я сижу в шоколаднице в кафе, мы сидим, что-то общаемся, я что-то говорю, что-то я просто посмеялся и что-то сказал, и официант резко поворачивается и такой «Это вы, я на вас подписан». Я такой, блядь, нихрена себе. Ну, вот это было очень мило. Озвучивал свои мысли в голове. Да, это правда. Ну, вот реально правда. Алиса в «Зайчике», это же она, Кристина Шерман? А, буду знать. Ну, клево, че. Приветствую, Джек, приветствую. Слушайте, как клево у нас разговорный стрим идет, а? Согласны? Вообще охуительно. Мне кажется, пора полностью переквалифицироваться чисто в разговорные стримы. Так, ну, ну, ну что? Угу, понятно. Так, а вы мне так и не ответили. Кем, кто вам сертификат, кто вас учил-то? Блин, жаль, если вы ушли. Если вы ушли, очень жаль. Мне интересно, кто вас научил. Потому что тогда, ну, я бы хотя бы сказал, как бы, чего кого, хорошо. Вот, имба, или смотреть что-нибудь на фоне с твоими комментариями. Слушайте, я вообще раздумывал по поводу того, что смотреть действительно что-то и что-то комментировать. А что тебе рекомендовал Вова про стриминг? Что-нибудь попробовал из его советов? Слушайте, на самом деле, Вовины, советы братишкина на меня не очень работают. Потому что я старый душнила. Я не стример. Я просто чел, который запускает трансляцию и что-то рассказывает. И с вами общается. Они, как бы, почему почему он и 89-й сквад меня не берет? Потому что я Сигма. А зачем Сигма в 89-м скваде? Так. Егор, а вы много проектов на энтузиазме сделали? Да, да. Например, для Games Voice две игры я озвучивал абсолютно бесплатно. Control и что еще я озвучивал для них бесплатно? Subnautic я озвучивал бесплатно. Еще что-то. Этот Observer я озвучивал для них бесплатно. Помню, как бил вас в Человеке-пауке. Бывает, бывает. Видел РХС школу? Я видел, что у них школа. Но я не знаю, кто там преподает. Поэтому я ничего не могу говорить за них. То есть, как бы, тут, ребят, что я могу сказать? Я не знаю, кто там преподает. Если скажете, тогда, ну, просто можно провести, опять же, факт-чекинг. И все. Достойно уважения. Много кто интересуется, кто же такой Егор Васильев, гений, плейбой, миллиардер, филантроп, ну, футболист и флейми, киберспортсмен. Естественно. Кому посоветуешь записаться на курсы актера дубляжа? Собираюсь переехать в Питер. Про Питер ничего не знаю. В Питере надо узнавать, есть ли, может, у каких-то актеров из Lost Film свои курсы. Или у Валеры Смекалова надо спросить. Егора, покажите фигурку Ви, которая у вас на полке, пожалуйста. Хочу купить такую же. Она очень часто там закреплена, она просто упадет. Я, давайте, на следующем стриме, я вас забайтил, так на следующий стрим прийти, и... Блядь, как же я хочу накопить на фигурку Сильверхенда от Hot Toys! Сука, она мне так нужна, блядь, но она такая дорогая, что пиздец. Странный вопрос, но предлагали озвучку какого-нибудь хентая и так далее. Предлагали. Вы не поверите, но предлагали. Но! Я... дорого стою. И цену для озвучки хентая я назвал вдвое больше, чем я стою в целом. Донатим на фигурку? Блядь, было бы славно, как говорится, но нет. Фигурка стоит реально. Ну, типа, она... Она в ритейл-магазинах стоит, короче, 28к. Но! У меня... Я уже составил список, сука, фигурок, на которые я буду копить в определенной последовательности, потому что я... Да, блядь, я 27-летний сокомужик. Я хочу фигурку! И... И ничего. Дарамы с голосом Егора это кайф? Ой, я... Я только несколько дарам каких-то озвучил. Я... Не помню. Камон, это фигурка Джонни? Слушайте, она не везде стоит 32к. Она... Вот я, например, нашел, где она стоит 28к. Но даже 28, сука, много! Лекторы школы РХС. Ольга Кузнецова. Это лекторы. Не надо мне... Это не педагоги. Вот-вот не надо мне тут говорить. Это просто лекторы, да? Давайте вот... Это там неправильно написано. Лекторы — это люди, которые что-то там рассказали про озвучку. Не более того. Это не педагоги. Да? Уважаю таких мужик. Захотел фигурку, мужик накопил. Вот именно. Поэтому мужик в виде меня накопит на фигурку Джонни Сильверхэнда. Потом я начну копить на... Продается, короче, вот... От этих же ребят мотоцикл из Киберпанка Яйба Кусанаги. Потом я буду копить на фигурку Арагорна, которая как раз в этом году выходит ебейшая просто... Сука такая траханая, что я... Я ее захотел, как только увидел. А где караоке? А я не говорил, что сегодня будет караоке. Я говорил, что я почти подготовил правила для караоке. Егон, хотел спросить еще, как тебе опыт озвучивания аниме, и какой персонаж или персонажи тебе запомнились с твоей озвучкой? И как сам к аниме относишься? Извиняюсь, если спрашивали уже. К аниме как отношусь? Аниме для сами знаете кого? Аниме я не смотрю. Смотрю я аниме только тогда, когда озвучиваю, но на качество это никак не влияет. Если говорить про любимые роли в аниме, то я бы назвал Гришу Егера в этой серии Атаки Титанов, в которой я озвучивал, это действительно был разъеб пиздец. Гютара, но Гютара я назову по последней серии, где он рассказывает про свою историю. Вот там я разъебал! Вот там я действительно могу признать, что я разъебал. Вот. И я выделю еще аниме, называется Тяжкий труд в подземелье. Я озвучивал там главного героя, очень забавного, очень шикарный, забавный, нестандартный юмор. Вот это аниме я прям советую посмотреть. Тяжкий труд в подземелье называется. Можем, кстати, слушайте, чат, если вы меня как-нибудь уговорите, то можем вот это аниме посмотреть от и до. Но у нас программа состояла не только из практики озвучки. Актерское мастерство жеста и мимика, управление эмоциями. Чаще всего преподом были Денис Ткачев и Яна Сухова. Еще была Екатерина Новойдарская. Честно говоря, нет, может быть я, нет, наверное, это актеры, наверное, дикция, это вот очень хорошо, что вы рассказали. Дикция, речь, актерское мастерство, жест и мимика, это очень круто, но правда, я эти фамилии слышу впервые. По поводу озвучки впервые слышу эти фамилии. Но, может быть, может быть, ну-ка дайте-ка, я даже загуглю. Яна Сухова, вы сказали, да? Ну-ка, кто это? Так, актриса. А-а-а! А, я понял, кто это. А, ну, правильно, она, ну, ну, правда, озвучки, ага, озвучки нет вообще. Ну, все равно, то, что вам преподают актеры, это очень клево, это, это очень хорошо. Аки дальше будете озвучивать? Ну, слушайте, если мы будем делать озвучку фильма Человек-бензопила, то, конечно. Вы знакомы с актрисой дубляжа Вайпер? Да, знаком. Мария Фортунатова, потрясающая актриса, голос Чудо-женщины, например. Егор, смотрели ли вы сериал Харли Квинн? Нет, не смотрел. Я как-то, он как-то абсолютно мимо меня прошел. Я что-то как-то, ну, был он и был. Так, ну, чё, чат, на самом деле, чё, можно в целом и поиграть, а можно даже и не поиграть. Я даже не знал, что вы Гриша озвучиваете. Гришу Егера я озвучил только в последнем сезоне, как раз вот, где он появляется, где у него вот эта лютая истерика, где он плачет, там, и так далее. Вот, так что, я его там озвучил. Сильно ли сказывается курение электронок на тембр? Слушайте, на самом деле, я очень не советую тем, кто думает, что электронка может помочь, например, голосу обрести СИПАЦУ, я очень не советую это практиковать. Да, курение не всегда пагубно влияет на низкий голос, но это всё сугубо индивидуально, поэтому хуй вы подгадаете на эту тему. Так что, ребят, я прошу, умоляю вас, не курите, курить плохо. Сможешь пройти Майнкрафт? Да за две минуты, блядь. А кто ваш пример дубляжа за последнее время? За последнее время? Денис Яковлев. Отложи на фигурку меньше, чем ты. Спасибо огромное. Блядь, обещаю, отложу на фигурку. Спасибо огромное. Донат на фигурку Джонни Сильверхенда объявляю открытым. Всё. Вот. Но, вы не поверите, но для меня примером просто потрясающей работы является Денис Яковлев, который в целом почти никогда не озвучивает. Когда я его записывал в фильме Флэш за Барри Аллена за Флэша, это просто пиздец. Этот актёр внутри... Вот, знаете, когда режиссёры говорят, что они любят актёра пластилина, из которых можно вылепить всё, что угодно. Это вот он! Это пиздец! Я просто... Я сидел, я ему даю актёрскую задачу, и я просто сижу и охуеваю. Невероятно. А тебя не приглашали на озвучку Аркейна? Я должен был озвучивать Аркейн, но мы по графику не состыковались, я тогда параллельно озвучивал какую-то игру, поэтому я просто тогда не успел. А в Аркейне я должен был озвучивать... Не помню, как его зовут, но он даже на постере есть этот персонаж. Не помню, как зовут. Егор, какой у тебя процессор? Процессор у меня i7-11700F. Вот, вот такой. Хотите низкий голос, научитесь гортанному пению. Джейс, вот, вот, Джейса, Джейса я должен был озвучивать. на фигурку. Три. Спасибо огромное! Второй донат на фигурку. Я говорю, донаты на фигурку объявлены открытыми, однозначно. Вот, но... Или подождите, как... Ну-ка, стойте, дайте я проверю. Аркейн, Джейс, да? Аркейн, Джейс, ну-ка. Блять, как он вы... Да, 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 точно, Джейс, я его должен был озвучивать. Время ставить полоску. Ну, на следующий стрим добавлю полоску, собираю на фигурку Джонни Сильверхэнда. Вот эти два стрима, два доната, короче, я сразу в зачет пойдут фигурки. Я просто отберу их от суммы полоски. Уже два... Да, да, спасибо огромное. Не, я говорю, вот фигурку Джонни я обязательно хочу и фигурку мотоцикл из Киберпанка. Просто чтобы потом, вот знаете, вот эти охуительные витрины, где в каждой отдельной подсвеченной витрине свой, скажем так, фэндом фигурок. Я вот хочу отдельную витринку, где у меня будут стоять айтемы Киберпанка. На фигурку? Спасибо, чат, спасибо. Спасибо за донат. Скоро доберем так, но слушайте, три тысячи на фигурку уже. Распаковка на стриме будет, когда купите? Отвечаю. Если соберем на фигурку, распаковка нахуй будет на стриме. Это тоже, само собой. Не, не открою эту фигурку, пока не запущу стрим. Вот так даже. Кстати, а ты бы смог озвучивать Стетхэма? Я понимаю, что Зайцев Эмба Стетхэма, но намного позже. Лет через, для себя, лет через десять. Через десять я смогу его озвучивать, чтобы нормально звучало. А вот Рэды должны были пожизненно обеспечивать фигурками. Но, на самом деле, CD Projekt Red крайне редко дарит фигурки. Даже оригинальным актерам у них в этом плане не всегда какая-то прямолинейная политика. Очень странно они на самом деле. Так что, вряд ли они бы меня, если бы все было нормально, они бы мне фигурки присылали. Я собрала Лего Порше 911 и покрасила, и теперь у меня есть машина Silverhand. Вот видите, как клево. Вот это охеренно. Не, на самом деле, все возможно. Сука, как же я расстроился, что я так и не нашел, кто озвучивал сериал для ТВ3 Зорро. БЛЁТЬ! Я так... Для меня Зорро это один из тоже моих любимых героев, и диалоги с Бандерасом это просто что-то восхитительное. Сука! Чего? Стрим в 2К? А что такого? А почему... Слушайте, чат, а можете мне рассказать, почему я вот... Это просто не первое и не пятое даже сообщение, почему очень многие удивляются, что стрим в 2К идет? Или это как-то что-то дает? Кто вам из актеров не нравится? БЛЁТЬ! Интересный вопрос, кто мне не нравится. Блин, надо подумать тоже. Потому что у меня всплыл один человек, но это слишком банальный ответ. У большинства 1080? Ну и что, а какая разница? Я, да, элитный стример, просто у меня элитные стримы, вы понимаете? Все нормально. Так что все заебись. Не знаю, мало кто стримит не в 1080, будто видео в 8К на Ютубе смотришь. Так а что? Слушайте, чат, это плохо или хорошо, что я стримлю в 2К? Вы мне объясните. Я могу, слушайте, я могу поставить и 1080 на следующий стрим, не проблема. Просто вы хоть, ну, скажите. Я же, блядь, вы же знаете, я дед, я умею нажать просто кнопку запустить трансляцию и все, блядь. Это все, что я умею. Спасибо за новую мечту, придется и самому копить на эту фигурку. Спасибо огромное за донат. Вот видите, этот тоже донат идет в зачет на фигурку. Твич вроде как не дает 2К, хорошие битрейта не хватает. Слушайте, единственное, да, мне, я понял, что мне нужна нормальная, на самом деле, 4К камера, но я знаю, что с 4К камерами заебав намного больше, чем с Full HD, потому что, блядь, 4К, там свет не так настроишь, все, картинка говна и все. Просто ставь 360, а давайте, может, да, 360 нормально. Играл в Тарков? Нет. Может, у тебя меньше лагать будет, если 1080 поставишь? Ну, слушайте, по-моему, вроде как, вот, по крайней мере, сейчас стримы не лагают, все, заебись. 144 сразу. Во, вот это вариант. Папича знаешь? Ну, не лично, конечно, но знаю Папича, а что его не знать-то? Он же вроде как сейчас то ли байтит людей, что типа, стану плохим, вы перестанете меня смотреть и уйду со стримов. Ну, да, просто со стримов же не уйти. Надо обязательно стать плохим, чтобы меня перестали смотреть. Но вчера как было с Ведьмаком, а вчера с Ведьмаком ничего не было. Что-то вы какой-то другой стрим смотрели. Этот стрим был не вчера. МБ там на камере 1080p 60fps есть. Но у меня вообще на этой камере 1080p 60fps. У меня же этот, как ее, KIO Pro от Razer у меня камера. В копилку на фигурку и как голос за то, чтобы вместе посмотреть тяжкий труд в подземелье. Спасибо огромное за донат. В копилку на фигурку идет. Больше Рева получился, чем Папич. Так я и не пародировал его голос. Я просто... Как бы... Нет, я не понимаю сего мува. Типа стать плохим, чтобы тебя перестали смотреть, чтобы закончить стримы. Звучит как-то по-пиздобольски. Но... Но может у людей разные странности, поэтому может быть и... Ладно. Вчера был Ведьмак же. Откровенно, да? Ну, откровенно. Ну, ребят, ну тоже давайте не будем в розовых очках сидеть. По твоему мнению, какой иностранный актер хорошо озвучивает русского персонажа, чтоб не звучало кринжово? Слушайте, ну, если уж говорить тогда английский актер Савы? Английский актер Савы более-менее звучит так по-русски. Кто еще? Курт Хансен в Фантом Либерти добавляет русского вайба и звучит это абсолютно не кринжово, а звучит это потому что на акцент там не напирают. Именно что не напирают, что у меня русский акцент. Я русский. Водка. Хуликаны. То есть, ну, конечно, этого нету. И это тогда звучит нормально. Он, мне кажется, верит во все, что говорит. Ну, может быть. Может, это и прав. На самом деле, это менталитет СНГ. Люди сами хотят смотреть говно, почему-то даже не знаю, что вам ответить. Он просто устал от хейтеров и хочет сократить количество зрителей. Но, мне кажется, это странный мув. То есть, смотрите, вы говорите, устал от хейтеров, хочет сократить количество зрителей, то есть хейтеров, но при этом оставить адекватов. Он сказал, что станет слишком хуевым, чтобы его перестали смотреть. Так кто останется тогда, если он станет слишком хуевым? Адекваты? Не уверен. Это очень странный... Ну, это, короче, это тогда... Блядь, это уже шестислойная от Мэдисона пошла. Вот честное слово. Как этот чел вот, блядь, выдает, и все его слова нужно делить, блядь, примерно на 40, а потом вычитать логарифмы из этого. Вот тут то же самое. Я не понимаю вот таких тейков. Вот серьезно. Это уже... Это уже... Это слишком сложно для моего мозга. Как тебе идея посмотреть фрагменты из фильмов на разных языках? Вариант, вариант. Ладно, Егор, я спать пойду. Спасибо за разговорный стримчик. Спасибо огромное, что пришли. Спасибо. У Мэдисона прям трехслойные. У него... Блядь! Ладно, если б трехслойные. У него всегда, блядь, шестислойные. Так что нормально. Стас, Тикунов Зорро озвучил? Заебись. Стас, красава. Стас, охуенный актер. Однозначно ему респект. Очень жаль, что я не озвучил Зорро, но я даже ничего не буду говорить. Стас, потрясающий актер, так что я уверен, все получилось. Вам нравятся мечи и молоты? Да, нравится, но больше мечи. Привет, не увидел, поди согласился бы аудиокнигу озвучить. Слушайте, ну, смотря... Тут все упирается во время и бюджет, потому что аудиокниги озвучивать — это самая дрочь в плане количества времени. Мы как-то обсуждали с одними ребятами, чтобы я озвучил для них какой-то комикс по киберпанку. Вот. И на меня выходили одни ребята, чтобы я озвучил книгу Уильяма Гибсона под названием «Нейромант». Ну, собственно, с Уильяма Гибсона начался жанр киберпанк. Вот. Но мы в итоге не договорились. Как я? Приветствую. Да неплохо. Неплохо я. Вроде как. Благодаря вашей эмоциональной поддержке я всегда неплохо. Скайрим для нордов? Скайрим для нордов! А кто, на ваш взгляд, лучший русский Джокер? В плане... Лучший русский Джокер... Очень сложное понятие. Вы имеете в виду в плане озвучки? Если озвучки, то это, опять же, нельзя сравнивать. Эти актеры разные роли озвучили. И... Там абсолютно разное проживание ролей. Нельзя, как нельзя сравнивать роль Джокера Хита Леджера, так и роль Джокера Хоакина Феникса, так и озвучку их нельзя сравнивать. Каждый по-своему сделал шедеврально. Вот и все. Блин, жаль, с удовольствием послушал бы. Вот как-то так. Вчера прошла призрачную свободу ВИ с русскими корнями лучший. Да, однозначно. Вот что мы выяснили, все-таки у Винсента русские корни. Это... Это факт. Сам сейчас читаю Нейроманта. А, ну вот, да, вот как раз с нейромантом мы и не договорились. Кстати, раз уж пошла такая пьянка с просмотром видео, почему бы не посмотреть какие-нибудь трейлеры игровые, не только с разбором и комментариями. Слушайте, ну это как вот, например, я как-то разбирал трейлер, помните, первый трейлер Сталкера 2, когда вышел он в русской озвучке и все такое. Я разбирал, почему трейлер Сталкера 2 говно. Точнее, почему озвучка трейлера Сталкер 2 полное говно. Вот, вы хотите вот такие, что ли, разборы? интересно. То есть, нет, на самом деле, вот серьезно, вот это был, я помню, всем было очень интересно спросить, почему, и когда я разложил по полочкам техническую часть, почему техническая часть говно, почему актерская составляющая часть говно, и все такие, блядь, да, говно, действительно. То есть, ну вот, Сталкер 2 никогда не выйдет? Да выйдет. Я сам его жду как пиздец. Правда, я в него уже играл, но это не важно. Слушайте, короче, мне кажется, надо этот стрим оставлять чисто разговорным. У нас прекрасные разговорные стримы получаются, просто восхитительные. Интересно, с точки зрения профессионала, но с какой озвучкой будешь играть в Сталкер 2? Я посылаю сигналы в космос, чтобы какие-то нашлись спонсоры для озвучки Games Voice, чтобы задонатить Games Voice на озвучку Сталкер 2, и я с удовольствием поучаствую в озвучке Сталкер 2 как режиссер даже, потому что лор Сталкера 2 я знаю, блядь, лучше всех актеров дубляжа, которые есть в России, и, естественно, лучше всех, которые режиссеров дубляжа в России. Это однозначно, это вот, блядь, я вам отвечаю. Вот, поэтому лучше бы я там еще был на позиции, конечно, режиссера, потому что о Сталкере, сука, я знаю даже больше, чем некоторые разработчики Сталкера, так что... ну как-то так. Вообще, я как контент-мейкер очень даже люблю посмотреть, как режиссеры смотрят и разбирают игровые трейлеры, но увидите, как вот разные интересные. Бан? Ну и, пожалуйста, баньте меня. Егор в первое Ведьмака играл? Да, да. Если не ошибаюсь, русская озвучка там была, но ее просто убрали. Да, русскую озвучку вырезали из Сталкера 2, но она была там отвратительного качества, потому что... потому что... потому что они пока еще... Ну, вот смотрите, я мечтал попасть в озвучку Сталкера еще до всех, блядь, событий. Я связывался с GSC, говорил, что даже готов бесплатно для них поозвучивать. Сказал, что я озвучил Киберпанк и еще, блядь, 15 игр, хуэлеон фильмов, сериалов, аниме и так далее. «Ребята, дайте поозвучивать хотя бы NPC», мне сказали, пошел нахуй. Ну, как бы. А потом выходит вот это говно, которое они называют озвучкой. Ну, ребят, ну, что хотели, то и получили. Что я могу сделать? «Между нами пацанами игра будет прикольной в плане геймплея вайба». Слушайте, но я, понятное дело, ну, я не буду говорить о полноценном продукте, потому что это был неполноценный продукт, сами понимаете. Но ты тоже норм навязался так. Слушайте, при чем здесь навязался? Я предложил. Я предложил и я объяснил свою позицию, почему было бы выгодно посотрудничать со мной. Но в итоге, смотрите, вот я не навязался, а получилось говно. Понятно, я бы не исправил ситуацию, я бы тоже плохо сделал, но извините, пожалуйста, там еще люди просто не знакомы с технологией вот этой озвучки, поэтому озвучивают все, как, блядь, какой-то ломаный театр. Нет, это не так звучит. Долг или свобода? Свобода. Свободу не остановить. Понимаете, да я даже бы одну фразу хотел бы там, хотя бы, блядь, я маслину поймал, какую-нибудь вот эту хуйню с удовольствием. Короче, так, меченый, я в благородство с тобой играть не буду, блядь, ну проветришься, заходи, ну, ну гениально же, обходи его сбоку, обходи. Но, сука, я все это наизусть знаю. Поэтому оружие убрал. Или, нет, ну-ка, стойте, блядь, у меня сейчас получится, подождите, у меня сейчас получится, сейчас, сейчас. Проходи, не задерживайся. Нет, сейчас. Проходи, не задерживайся. Проходи, не задерживайся. Проходи, не задерживайся. Вот, постоянно, блядь, нажимаешь это, проходи, не задерживайся. Оружие убрал Блядь, ну это же Это же гениально А у тебя есть опыт записи игр в виде режиссера? Есть небольшой, но Небольшой, но на самом деле Ничем не отличается Когда режиссер режиссер, то он везде режиссер Это не ко мне Со старшим, говори Не как Не учатся ничему некоторые И учиться не хотят Кина американского насмотрелись Или крышу срывает от жадности Ты ему про аномалии Он тебе про хабар Ни о чем думать не хотят, кроме бабок Пока кишки по веткам не разбросают Ха-ха-ха Сука, это легендарно Трек про сталкера, да конечно слышал Это вот-вот просто легендарно А в Винни-Пухе три... Да, в первой части Винни-Пуха Кристофера Робина Озвучил я Но походу Прикиньте Вот это моя самая главная обида Во второй части Винни-Пуха Кристофера Робина Озвучу не я Потому что там актера ПОМЕНЯЛИ Сука Сука Но, если у меня есть любители сталкера в чате, то если никто не играл в мод под названием Сиджероус, мод на Зов Припяти, очень советую. Вот Сиджероус мод, блядь, он багованный, конечно, в начале, но охуенный. Так. Ой, блин, какая досада, так хотелось. А так хотелось, но увы. Предзаказ стоит делать? Кого? Сталкера второго? Нет. Что там такого? Слушайте, да просто, ну, в целом, там добавили, во-первых, все локации, то есть, начинаешь с кордона, все такое, плюс очень много разных сторонних квестов добавили, очень много разного оружия, но и при этом не испортили оригинал. Вот что мне нравится Сиджероус мод, то есть, там все-таки очень аккуратно все. Не делайте предзаказы, не надо предзаказывать, тем более, блядь, Сталкер 2. Ну, вы что, с ума сошли? Вы еще мне скажите, что смуту предзаказали. Надеюсь. А вот я предзакажу. А тебе интереснее быть? Мне интересно и так, и так, я могу сказать. Мне интересно и на посту у режиссера, и актера. Я понимаю, что у меня, скажем, получается и то, и другое, чуть-чуть. Поэтому я пытаюсь совмещать. А XBT базированный? Нет. Причем здесь XBT? Просто предзаказ, это не всегда хорошо. И могу сказать, да, с одной стороны, поддержка разработчиков иногда. Но иногда разработчики не отвечают вашей поддержке. Я не говорю, что будет так же со смутой. Я на самом деле очень надеюсь, что смута, блядь, как удивит всех. Как все охуеют и скажут, смута шедевр. Вот скажите, вот этот тейк будет намного круче. Я вот на это надеюсь. Я предзаказал смуту, и что дальше, и что. Пожалуйста, бывает. Но по поводу смуты я пока что думаю. Единственное... Смута, блин! Не взяли меня на озвучку. Ну и пожалуйста. А я хотел. Я очень увлекался смутным временем. Я про Древнюю Русь много знаю. Разработчика можно поддержать и после релиза. Вот это правда. Вот на самом деле, тем более, когда разработчик, скажем так, впервые появляется в поле зрения, все-таки поддерживать надо со знанием дела. Вот я бы так сказал. Надеюсь, смута повторит судьбу Atomic Heart. Да, да, я тоже надеюсь, что смута вместе со славянским зажимом яйцами все сделает. Мне очень нравится атмосфера стримов. Спасибо. И отдельно за Ви. Спасибо огромное, майор. Отдельно от Ви. И отдельно от Егора Васильева. Спасибо. Лично я очень сомневаюсь. Ну, слушайте, по-разному. А почему не взяли смуту озвучивать? Слушайте, у меня есть несколько сомнений по поводу смуты, по поводу озвучки смуты. Я уже рассказывал, они когда выкладывали кат-сцену, одну, с разговором, одного этого какого-то богатыря, я не помню, как его зовут, его озвучил потрясающий артист, артист театра Вахтанговского. Вот. А вот второго человека, кто озвучил, я не понял. И озвучено это было очень посредственно. И у меня есть ощущение, что будут звать не актеров дубляжа во многом, а будут звать скорее вот каких-то театральных актеров и, может быть, медийных актеров звать. Но... Ну, короче, в общем, хз. То есть я услышал, вот я говорю, в кат-сцене я услышал потрясающего Иванова, Артура Иванова, который озвучивал Тора в God of War, Рагнарёк, Пласида в Киберпанке и так далее и тому подобное. Потрясающий актер, действительно. Озвучил Венома, Спайдер-мен 2. Вот это реально охеренный актер. А второй, кто с ним разговаривал, это было... Ну, не скажу, что прям плохо, но это было очень неинтересно. Очень так, ну, просто вот я услышал и просто я даже не понял, что он сказал. Пласит чёрт. Да, согласен. С этим своим комьюнетом. А почему не... Ну, вот так. Я причём я им даже... Меня в комментариях группы Смуты спрашивали подписчики Смуты, типа, буду ли я там кого-то озвучивать. То есть, это не я там писал, типа, возьмите в озвучку. Это я просто желал разрабам удачи. Вот. И меня кто-то из подписчиков там спросил, типа, буду ли я озвучивать Смуту. Я написал, что с большим удовольствием поучаствовал. То есть, как бы даже тут не вопрос денег, а просто вопрос интереса. Вот. Но, как говорится, мне никто не звонил. Ну и похой! Дай-ка угадаю, кто-то украл твой сладкий рулет. Да. Именно так. Но, в общем, на Смуту, как говорится, надеемся примерно вот таким образом. Ну, а как по-другому? Слушайте, я и помогал, и не помогал. По-разному. А как ты не забываешь голоса и характер персонажей, озвучивая их уже... Слушайте, всегда по-разному. Вот. То есть, иногда, например, если приходишь на какой-то проект... Вот, допустим, приведу, в пример, Valorant. Вот недавно буквально... Короче. Когда приходишь озвучивать какой-то проект, тебе, если ты уже этого персонажа давно озвучиваешь, тебе дают сразу его послушать, как он раньше звучал. Благо, например, мне режиссер не дает послушать Йору, потому что, как бы, я знаю, как Йору звучит, поскольку я постоянно за него играю. Соответственно, я знаю, как он звучит. А другим актерам, потому что они, блядь, они... В рот не ебали, что такое Valorant. Они пришли, озвучивали, и все, и ушли. Вот. И им, естественно, дают заранее, типа, вот так звучит ваш голос за этого персонажа. И вы встраиваетесь, вот и все. Каково это играть в игру и слушать там свой голос? Слушайте, да прикольно. На самом деле, в первый раз кринжуешь, потом во второй раз вычленяешь какие-то ошибки, что получилось, что не получилось, делаешь вывод, как вообще получилась роль, и потом просто воспринимаешь это технически, вот и все. То есть ты понимаешь, что это твой голос, но при этом нету с этим никаких проблем. По твоему мнению, в каком шутере озвучка выкриков, переговоров во время перестрелок, ранений, живая и честная? К примеру, в Сталкере, слушайте, в Сталкере довольно-таки это неплохо, потому что там это совсем такая первопроходческая озвучка на коленке была, поэтому и мужики там озвучивали честно, то есть как бы так не зная. А там же многие не военные, поэтому и звучит хорошо. По поводу Тарков я еще не слышал, и Сэнд Сторм я тоже не слышал, но надо послушать, потому что в Call of Duty уже вообще отвратительно все стало. Например, вот в первой Call of Duty охуенно звучат эти крики, вот реально охуенно, а в остальных, особенно в последних, прям... Егор, вот ты куришь, мешает ли тебе это в озвучивании? На самом деле мешает. Дело в том, что это влияет на дыхание, влияет на кардио, и, соответственно, например, какой-то монолог огромный. Я не смогу его полностью, наверное, сказать, если там при этом нужно будет проживать роль, кричать, страдать, то есть тратится намного больше кислорода и воздуха, и банально курение тоже на это влияет. Привет, здравствуйте, здравствуйте, привет. А можете сказать какую-нибудь фразу Йору? Очень нравится ваша озвучка. Друзья, вот, вот смотрите, вот вчера, приводим пример, заходит человек и говорит, а ну-ка скажи что-нибудь на Юровском. Ну, можно было бы его послать голосом Йору, но, вот смотрите, человек заходит, здоровается, спрашивает, а могу я сказать или не могу. Огромное спасибо вам за такую постановку, поэтому им, наверное, нравится умирать. А вообще, я просто не знаю, ну, в общем, огромное спасибо вам лично от Йору за постановку вопроса и за вашу просьбу. Бывало ли плохое настроение, и вы не приходили на работу? К сожалению, это не всегда так работает. Как говорил Владимир Семенович Высоцкий, мой, ну, во многом, скажем, кумир, как поэт, как бард, я очень подвержен его творчеству, и, знаете, я когда пишу стихи, я волей-неволей все равно пишу стихи в стиле Высоцкого. Ну вот, блядь, вот так получается, ничего не поделаешь. Вот, но, как говорил Владимир Семенович Высоцкий, есть две причины неявки актера на спектакль. Либо он мертвецкий пьян, либо он умер. Поэтому тут, к сожалению, я не могу проснуться и, типа, да пошла нахуй эта работа, и никуда не пойти. От меня очень много что зависит. А во многих спектаклях, в театре, например, я без состава, у меня нету второго состава, так что мне приходится играть всегда. Вот, это такой... Можешь, пожалуйста, послать голосом Йору? А вот посылаю голосом Йору я только за донаты. И то не всегда. То есть вы можете задонатить, а я такой... А я вам скажу голосом Йору, вы самый лучший. Какую музыку ты слушаешь? Вот сейчас музыку из Ведьмака. Кайфую, слушаю и охуеваю, как это классно. Прикиньте, чат, мы с вами два часа, я два часа вам просто что-то рассказываю, и что-то мы с вами о чем-то общаемся. И, блядь, онлайн выше, чем на всех игровых стримах. Как это работает, я не представляю. Егор, какой актер твой самый любимый в сфере озвучивания? Нравятся ли такие актеры, как Саиндук, Кубик в кубе и так далее? Ну, мой любимый актер я бы назвал Владимир Вихров. Голос Джорджа Клуни, Артаса и так далее. Этот голос для меня просто восторг. Голос Морфеуса из Матрицы. Вот. О, Егор, вы пишете, а могли бы вы зачитать для меня или для чата что-нибудь из своих работ? Читать свои стихи... Стихи... Это очень сложный и ответственный момент, потому что стихи... Я к своим стихам очень плохо отношусь. Вот. И... Не знаю. Не знаю, будет ли вам это нормально. Ну, короче, блядь, не знаю я. Я стесняюсь. Вот что я могу сказать. Потому что одно дело, да, я актер, это все клево и все очень клево и классно, но... Стихи это... Блядь. Это очень волнительный момент и очень стеснительный. Потому что людям нравится инсайд-информация, тем более от прямого и опытного источника. Но... Можно и так это, конечно, называть, да. Еще, кстати, кстати, чат, готовьтесь. Очень скоро я устрою рум-тур по своему театру. Я буду показывать, скажем так, что такое театр изнутри. Буду снимать кружки, подниматься, короче, прям над сценой, показывать, как работают софиты, показывать, как эта вся система выглядит, короче, изнутри, гримерки, хуерки, в общем, все такое. Какая ваша первая роль в озвучке игр? Клевый вопрос. Очень клевый. Спасибо за вопрос. Первая роль в озвучке игр это был лейтенант дома в игре Need for Speed Payback. Вот. Это первый раз, когда я озвучивал видеоигру. И это вот Need for Speed Payback. Егор, как тебе Джоэл из Last of Us в озвучке? Ну, Всеволод Борисович потрясающий мастер. Тут ничего не попишешь. Всеволод Борисович, ну, и не потому, что как бы он меня научил озвучивать, и, соответственно, он мой работодатель. Нет. Всеволод Борисович это огромный мастер. И с профессиональной точки зрения, конечно, в какой-то степени ему нет равных. Егор, спасибо тебе за такие ламповые стримы. Вам спасибо, что вы приходите на эти стримы. Подскажи, пожалуйста, в каком театре работаешь? Раньше я работал в Малом театре, а сейчас я перешел в театр в Зеленоград, в театре Ведогони. Я работаю. Я три года играл в Малом театре еще с института, а потом ушел и и доволен с удовольствием. Как думаете, какая ваша самая худшая работа в озвучке? Сериал Озарк от Netflix. Худшая, потому что это самый лютый мисскаст, который только вообще мог быть. Эта роль, этот актер и я. Мой голос. Вот я попытался сделать все возможное с этой ролью, но ну хер его знает. Далеко ехать от дома до театра? Да, прилично. На самом деле, ну где-то в общей сложности с учетом того, что я всегда еще приезжаю заранее, то где-то ну часа полтора наверное я езжу. Егор, когда будешь озвучивать киберпанк Фантом Либерти? Ради такого не жалко. Не знаю. А теперь можешь послать голосом Йору. Пожалуйста. А не пошел бы ты аноним в Валорант. Вот видите, как бы и послал, но как бы и не послал. Мой город не знал даже про театр. Вы что, серьезно? Вы, подождите, вы сейчас серьезно? Вы не знаете, что в Зеленограде есть профессиональный драматический театр? Охренеть. Приходите к нам. Приходите обязательно на спектакли. Приходите. Потом на поклоне подойдите. Скажите, что вы подписались на меня на Твиче. И мы с вами охуительно зафоткаемся. Вот так вот. А может актер Дубляжа во время озвучивания какого-то персонажа делать определенный жест, который ему помогает? Конечно. Да. Вы должны понимать то, что не шуршит. Вы можете себе помогать физикой. Можете, конечно. То есть, но должны всегда помнить, что микрофон улавливает любые звуки, и поэтому есть факторы, что звук может забраковаться. И пиздец. Что такое театр? Театр — это охуительно. Театр — это храм. Я не знаю, как это работает, кстати, но часто по ощущениям русская озвучка вывозит фильм. Например, «Железный человек». Нереальный голос Роберта не так хорош, как подача. Во многом, слушайте, на самом деле, давайте даже приводить не какие-то новые фильмы, а мы поговорим о легендарных актерах. Возьмем легендарного актера под названием Луи де Финес. Луи де Финес сам писал на студию русской озвучки и спрашивал, «Почему голос русской озвучки звучит лучше, чем он сам?» А это, блядь, Луи де Финес! Понимаете? То есть, ну, или, например, Марлона Брандо послушайте его голос. Почти везде Марлон Брандо переозвучен. Почти везде, даже, по-моему, в оригинале. Сходить в театр и во время поклона подойти к сцене вместе с цветами сказать Егору, «Приманка теперь мечта, да вроде ехать 400 с копейками, приезжайте, буду ждать». Ну, естественно, что родная речь будет звучать для носителя круче. Ну, вот я вам сказал сейчас про Луи де Финеса. Он не носитель. И он сказал, что русская речь человека, который его озвучивал, звучит лучше. Вот как это работает. А вот, вот видите, какая озвучка в Валоранте больше нравится, русская или английская? Я... Я русский! Слушайте, на самом деле и английская, и русская озвучка, они на одном уровне отлично сделаны. Это заявляли сами разработчики Riot Games, и они очень гордятся и качеством озвучки, что она находится на таком уровне, что нету однозначно плохой и однозначно лучшей. Вот и все. Мне до вас ехать 2893 километра. Вы, простите, где находитесь? Вы сейчас под мантией и корой земли? На ядре сидите? Или где вы? Очень что-то далеко как-то. 2800... Ёпт. Это скорее я к вам приеду уже. Ты озвучивал виз Киберпанка? Да. Если да, то ты еще более крут, чем я думал, хотя я и так с очень многими работами ознакомлен. Блин, слушайте, вот это интересно. Смотрите, человек ознакомлен с многими моими работами, но не знает, что я озвучивал Ви. Охуительно. Вот это круто. Вот это круто. А ведьмак будет или я все пропустил? Слушайте, на самом деле вы все пропустили, потому что мы 2 часа 7 минут и столько-то секунд просто прекрасно проводим время и разговариваем. Охуительно. Знать бы, какое и когда будет выступление, я буду в телеге выкладывать у себя про спектакли, поэтому не хотел пройти God of War. Если вы про Рагнарёк, то вы опоздали, потому что Рагнарёк я проходил на стримах прямо с момента его выхода. Так что, как говорится, буду вас ждать. Я у Колопанды, между прочим, Колопанда, а ты здесь еще? У моего Модера, у Колопанды, сохранились стримы по God of War Рагнарёк, и я их даже когда-нибудь выложу к себе на YouTube-канал. Вот. Спасибо за стрим, пойду спать, приятного просмотра. Спасибо огромное, спасибо. Приходите еще. Вот. Я говорю, что у тебя есть мои стримы по God of War, и я когда-нибудь у тебя их заберу. Согласен? О, кстати, слушай, Колопан, ты сейчас не стримишь же, да? Просто, чтобы я понимал. А то я сейчас это самое, что-нибудь не то сделаю. Представил, как Йору между раундов говорит, я русский. Так и есть. Это абсолютно. Егор, что на фоне завэбка? Это машина перед заводом. что? Про что? Что? Это машина Бэтмена, Лего. А, блин, Колопанда, сори, а я просто сейчас уже закругляться буду. Ну, следующий, значит, раз договоримся, да? Вот, чат, короче, смотрите, на сегодня, скорее всего, все, потому что сегодня мы, во-первых, блядь, даже перенорма, мне кажется. Чат, я вас очень люблю, огромное вам спасибо, что вы сегодня в таком количестве со мной были. Скорее всего, будем развивать разговорные стримы. Не забывайте подписываться на телегу, потому что скоро там деньги будут разыгрываться, ну, мало ли, кому-то из вас повезет. Подписывайтесь, не забывайте, я вас прошу, это, это важно. Так, только подождите, я забыл, как, ага, вроде так. Я не знаю, может, я не тому отправил, может, я вообще не исламу отправил, да не, вроде исламу. Чат, спасибо огромное, я вас люблю, приходите еще. Спасибо. 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 Продолжение следует...